Открытие детской площадки – настоящий праздник не только для воспитанников православного детского дома «Надежда», но и для всех ребят, проживающих в округе. Детей развлекают аниматоры для самых любознательных, мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок. А ты что делаешь? Учишься? Как делать? А тебя как зовут? Соня. Соня? Ух ты, а у меня внучку Соня зовут. А ей сегодня полгодика как раз. Сонечки моей. Это первый этап воплощения в жизнь инициативы «Дом, где живет детство». Узнать, как реализуется проект, приехал главный инженер комбината «Запорожсталь» Владимир Буряк. Хорошо, мне нравится. Не знаю, как вам, мне нравится. В советское время здесь было несколько качелек, а потом просто пустой двор, деревья и все. На площадке не было ничего. У меня был акт, где было написано, что оставшиеся элементы той площадки, которой была, они пришли в негодность, травмоопасные и абсолютно не могут называться тем, чем они должны называться. Поэтому здесь установлено 10 элементов различных, как игровых, так и спортивных. Во время открытия детского городка архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука осветил его. И соня, и соня, и соня. Насколько важно, что детвора сидят не у компьютера, а играют на свежем воздухе, на улице. Это их здоровье, это их подвижность, это наше с вами будущее. Я думаю, что когда человек не только зарабатывает деньги, но и вкладывает еще в социальные проекты, это имеет огромное значение. Ребята сразу же облюбовали новое место отдыха. Теперь, говорят, прогулки на улице будут регулярными и еще более интересными. Мне нравится полностью вся площадка, она абсолютно красивая. И больше всего мне нравятся лабиринты, качели. Испробовала турники, лежать как домиком. Получилось, каталась на качели, на горке съезжала. Очень здорово и весело. Главное, что у детской площадки теперь появился собственник детский дом «Надежда». Впереди второй этап реализации проекта. Ремонт фасада здания, в котором проживают воспитанники учреждения. Самое главное, самое, я считаю, важное в нашей жизни, это то, что люди не безразличны, не дожидаясь милости, как говорится, от природы, либо от поступления финансов где-то по линии государства, сами своими силами, с помощью, например, комбината «Запоросталь» решают те проблемы, которые сегодня существуют.